Мама – это ангел-хранитель, которому просто посланы дети. Мама особенного ребенка – это мама, которая обладает сверхъестественной силой, которая любит несмотря ни на что, которая верит в своего ребенка и которая верит в чудо. У меня вдвойцы сыновей, старшему сейчас 16, младшему 13 лет. Сенечка родился с диагнозом аутизм, вернее нам его поставили аж 4 года, то есть очень много было времени пропущено, упущено. И так получилось, что был поставлен диагноз, потом такой, как бы, получается, снежный ком у нас, ну, получилось, что развод, потом умирает моя мама, умирает папа, и я совершенно остаюсь буквально за год, за два, совершенно одна. Я начала искать форумы, где общаются такие мамочки, начала изучать, что, как, что делают родители с такими детками. Как их реабилитируют. И начала потихоньку движение, движение работы над своим ребенком. Страшно, когда ты приходишь к врачу и, ну, допустим, для того, чтобы оформить ребенка в садик, а тебе врач, специалист говорит, что твой ребенок не пойдет в садик. Ну, с ним что-то не так. И когда звучит диагноз аутизм, ты просто садишься и спрашиваешь, за что? За что мне такое? У меня мальчишки, я могу их и, как бы, любить, безмерно любить. Мама, отстань, мама, перестань. То есть уже настолько залюбить их. Могу, с другой стороны, я могу их поругать хорошо тоже. Ну, как бы, такие весы, знаете, любовь и строгость. Ну, больше любовь, конечно. Ну, я помню, как мы с мамой постоянно ездили на велосипедах на речку. Там покупали всякие сладости и кушали на берегу. И купались. Все эти годы, то есть 16 лет, я занималась только детьми. Я, ну, искала, старалась, то есть вкладывалась в своих детей. Когда я уже составила себе план реабилитации и научилась правильно планировать свое время, у меня, как бы, в голове такое возникло, неужели это все? Ну, я должна дальше двигаться. Да, как бы, я шью, у меня есть заказчики. Но хочется чего-то, ну, большего. И я решила поступить в свой любимый, родной университет культуры уже на дизайнер одежды. Для того, чтобы создавать коллекции, чтобы создавать свое. И, естественно, главное, ну, что меня подтолкнуло, это мой сын, мои сыновья. Первым нашим опытом, вот, инклюзив в индустрии моды, это было участие в конкурсе «Битва модельеров», который проходил в прошлом году осенью во Львове. Мы готовились к этому конкурсу месяца полтора. Нам нужно было подготовить пять моделей. Мы выбрали английский стиль и возраст подростковый, естественно. В этом показе участвовал мой сын, ему 13, второй сын, Сенечка, аутист, ему 16. И также участвовали другие детки из таких же семей. У меня же Миша вообще шьет, он умеет шить. Он в пять лет, в шесть лет первый раз сел за машинку швейную, бытовую. Он сострачивал, шил небольшое одеяльце из кусочков. Ему это было интересно. И я попросила в этот раз его помочь. И он очень выручил. Если бы не Мишка, мы, может быть, даже не успели бы. Это моя секретная сила, тайная сила, почему мама везде все успевает. Я хочу, чтобы увидели наших детей. Наверное, я больше хочу, чтобы люди узнали не о моей одежде, а о тех детях, которые есть в нашем городе, которые такие же дети, как обычные дети. И также они хотят внимания, также хотят себя проявлять. И у них одинаковые права. Я хочу сказать о своей мечте. Цитата из спектакля, из моей роли, в которой я играла. Вот «Вернисаж почутив», «Вернисаж чувств». Там был один монолог, и женщина говорила. Я так хочу, чтобы ни одна большая женщина в мире не услышала. «Мамаша, отказную писать будете, вас же даун». «Зачем вам такой? Родите себе другого, здорового». Я хочу, чтобы просто ни одна женщина в этом никогда не услышала. И чтобы те люди, которые соприкасаются с нашими детьми, с диагнозом, они относились к ним, как к своим детям. Чтобы они верили в них. И чтобы от них будет зависеть дальше наше будущее. Я очень хочу, чтобы у наших детей будущее было именно в Украине. С днем матери тебя, моя родная! Твоя любовь хранит меня от бед. Пусть радость тебя окружает. Ведь лучшей мамы в мире нет.